Заметённые снегом. Всего за сутки в регионе выпала месячная норма осадков. Впрочем, разгул стихии не был внезапным. О том, что на наш регион надвигается сильнейший снегопад, было известно ещё за несколько дней. А уровень осадков можно было спрогнозировать на основании сводок из других регионов, где снегопады прошли чуть раньше. Уборка уличнодорожной сети в населённых пунктах республики ведётся круглосуточно. Логично, что расчистить всё и сразу, как хотелось бы многим, просто невозможно. О том, как в столице Мариэл ликвидируют последствия самого сильного снегопада зимы и какие сюрпризы готовит погода в ближайшем будущем, в нашем репортаже. Утро понедельника для большинства автомобилистов было не совсем добрым. В этот день казалось, что другом-помощником может стать любой прохожий незнакомец. Сегодня с утра забуксовал. Благо, сосед помог. За окном белым-бело. Машины больше похожи на сугробы, на дорогах, заносы. Такую картину увидели все жители Мариэл. Снегопад – настоящее испытание не только для коммунальных служб, но и дворников. Роза Никифорова придомовую территорию пятый год убирает. Говорит, давно не видела такой непогоды. Семь часов тридцать минут начало. У меня восемь домов. Всё чищу, чищу, наверное, придётся села, а снег не убавляется, всё прибавляется и прибавляется. Не менее напряжённая ситуация и на дорогах. Сугробы, заносы, гололедица. С трудом выезжают и проезжают не только легковые автомобили, но и внедорожники. За сутки в регионе выпало от 30 до 50 процентов месячной нормы осадков. Высота снежного покрова увеличилась на 10 сантиметров. Виной тому циклон, который накрыл часть России. Циклон средиземноморский. Он за сутки прошёл от Украины до Нижнего Новгорода. Принёс с собой тёплую воздушную массу. И причём она шла на более наш холодный воздух и создала обострение атмосферных фронтов. Это и привело к обильным осадкам. Циклон уходит, поэтому сейчас будет влиять у нас на эту неделю, влиять уральский антициклон. Давление будет расти, поэтому осадки будут небольшие, но похолодание дальнейшее. Грейдеры, шнекороторы, щётки, снегопогрузчики, самосвалы, бульдозеры. 38 единиц специальной техники работают на улицах столицы Мариел. Ночью это количество увеличится до 55. Впрочем, о непогоде было известно заранее, потому в течение выходных на дороге Ёшкаралы было высыпано 50 камазов песко-соляной смеси. Готовились мы к этому снегопаду вчера ещё. В течение всего дня дорожные машины распределяли противоуглолёдные материалы по уличной дорожной сети, чтобы снег не слежался. Приоритет в работе – проезды к социально важным объектам, к школам и детским садам расчистили дороги в первую очередь. Коммунальные службы работают без перерывов. Уборочная техника ездит особой колонной, чтобы максимально расширить проезжую часть. Здесь снег лежит практически до мая. Это снежная свалка. С начала сезона коммунальные службы сюда уже вывезли 76 тысяч кубометров снега. И это не предел. Гружённые машины сюда приезжают каждые 5-10 минут. Вся оперативная информация о ДТП, пожарах, происшествиях и не только в оперативном режиме 24 часа в сутки стекается сюда, в Центр управления в кризисных ситуациях. По информации спасателей о надвигающейся непогоде известно было заранее. Жители региона максимально предупредили через операторов сотовой связи. На данный момент у нас, опять же, по взаимодействию с энергетиками никаких отключений на территории республики нет. Если в соседних субъектах у нас и введена уже чрезвычайная ситуация, допустим, в Татарстане, но у нас пока всё спокойно. Сложные метеорологические условия стали главной темой внеочередного заседания правительства. По словам руководителей министерств и ведомств, борьба с непогодой идёт в напряжённом режиме. Энергосистема республики в настоящий момент работает без сбоев. Однако без аварий не обошлось. Например, в Медведевском районе из-за неисправности трансформатора несколько часов без света сидели жители двух деревень. Школы республики сегодня работали в свободном режиме. То есть, отправлять ребёнка на учёбу или нет, решали родители. Усиленно работают и больницы. Несмотря ни на какие прогнозы, все работаем в усиленном режиме. Рабочий день заканчивается тогда, когда завершены все проблемы с ситуацией, обусловленной погодой. И если проблемы не решены, значит, работаем столько, сколько решение возникших вопросов требует. Впрочем, нашлись и те, кто в помощи сегодня отказал. Так предприятие «Троллейбусный транспорт» на просьбу скорой помочь вытащить машину из снежного завала предложили тягач на коммерческой основе. Я передаю большой привет руководству троллейбусного парка. Бюджет республики достал их из банкротства. И если они ещё желают заработать на бюджете республики, то сначала нужно вернуть ту помощь безвозмездную, которую троллейбусный парк получил в прошлом году от республики. Поэтому я думаю, что вы организовали такую помощь. И будем считать, что такого возражения «не окажем помощь скорой помощи» от троллейбусного парка не поступало. Впрочем, медики говорят, в такую нестабильную погоду метеозависимым людям стоит быть внимательнее к своему здоровью. Все пациенты, которые имеют повышенное артериальное давление, конечно, необходимо в первую очередь следить за своим артериальным давлением. Это что зависит ещё от вас. Это, конечно, в лучшем случае полноценный сон, более лёгкая пища, приём более лёгкой пищи. И самое основное, что нужно понимать, это приверженность к лечению. Малоснежная зима наконец-то порадовала жителей центральных регионов страны и морил не исключение открыточными зимними видами. Радуются снегу огородники и фермеры. Для них укрытие поля – это предвестник хорошего урожая. Ну а нам всё же стоит готовиться к новым холодам. Уже на днях температура, вероятно, понизится до минус 10. Ветер ожидается юго-восточный, атмосферное давление будет расти. Редактор субтитров А.Сёмкин